Итак, всем добрый день. Это тот чел, который делает обучалки. И частенько приходит общение вот такого характера о изучении спичага и прочем. Ну и вообще часто обращаются по этому упражнению именно ко мне, поэтому хотелось бы сегодня снять видеоурок и попробовать научить вас выполнять это упражнение. И для начала сразу хочу сказать, что спичаг бывает достаточно разнообразным. Начиная от самого простого ноги врозь с положения стоя до самых сложных японских спичагов, спичагов из угла, спичагов из шпагата. Поэтому обучалка в этот момент будет большая. И будет снаряд из двух частей. Одна о простом спичаге, другая о более усложненных видах. Сегодня мы будем изучать два самых простых спичага. Первый из них это спичаг из упора ноги врозь. И второй это спичаг ноги вместе из того же положения. Есть два основных направления, в которых вам придется работать, если вы не умеете это упражнение. Первое это грубая физическая сила, второе это растяжка. В принципе, можно выполнить за счет как одного, так и другого. Но вместе, в совокупности, развивая эти качества одновременно, будет выучить намного проще, если человек будет правильным, красивым и довольно простым элементом для вас. Угниться наклонами, развивая свою складку. Тянуть носки на себя. Где-то по 30 наклонов полностью, на максимум, каждый день. Или вы можете растягиваться на шпагат, или хотя бы на его вот такое вот подобие, которое позволит вам достаточно широко развести ноги и выполнять спичаг ноги врозь. Также бытует довольно интересная версия, что для спичага вам необходима хорошая гибкость плечевых суставов. Ну, в принципе, не считаю, что это вообще нужно. Ну, лишним это не будет. Я показывал, как ее развивать в обучалке о обратном платье и о гибкости. Не обязательно растягиваться до полного шпагата или идеальной складки. Вам хватит достаточно средненького такого уровня для того, чтобы начинать изучать сам элемент. И начать стоит, наверное, с подъемов ног в стойке на голове. Вам нужно будет выполнять упражнение на повторение, чтобы мышцы у вас хоть немного накачивались и привыкали к нагрузке. Можно ноги врозь, можно ноги вместе. Как можно большее количество раз. Это будет упражнение, которое советуют, в общем-то, чаще всего. Упереться спиной на стену и пытаться поднимать ноги. Но многие люди могут просто не понять, как это происходит. Стена такая же, как при стойке на голове. Вы ставите руки подальше от стены, но сначала можно поставить их поближе. Упираетесь шеей и спиной, убираете руки. И вот у вас получится положение, в котором вы можете выполнять вот это вот упражнение, которое уже во многом готовит ваши руки. Главное, чтобы они у вас не выскользнулись под вас и вы не ударились головой. Не стоит особо долго зацикливаться на каждой стадии, потому что все равно что-то очень сильно меняется при переходе плавно к состоящему спичагу. Поэтому вы можете, выполняв это упражнение, сразу переходить к попыткам изучения самого спичага. Естественно, вы будете все медленно, спокойно и ровно. У вас получится далеко не сразу. Для начала, пока вы упираетесь спиной в стену, плавно уменьшайте расстояние от рук до стены, что будет уже больше имитировать спичаг. Потом вы, естественно, должны избавиться от стены, но тело спичаг лучше у стены. Потому что при первых стадиях изучения элемента, в последний момент человек рвет очень сильно и ловит не стойку, а, скорее всего, стену. То есть он давит, 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 а потом вот так вот ударяется. Ну, если вы будете делать без стены, вы просто упадете. Итак, исходное положение. Немного раздвигаем ноги, ставим руки на пол. Ну, желательно, поближе к ногам. Из этого положения будет все-таки легче, для чего вам не нужна была складка. Руки должны быть обязательно полностью прямыми. Не надо их сгибать туда-сюда, в разные стороны. Руки на шине плеч. И поднимаетесь на носках полностью. И начинаете медленно выводить в стойку. Опять же, спичаг стоит себе защитывать только тогда, когда вы после него можете встать в стойку, остановиться и постоять. Я показываю спичаг ноги в росте именно потому, что он немного проще, чем спичаг ноги вместе. Ваши плечи должны будут сильно уйти вперед от насыпных кистей. У вас будут сильно работать кисти, ноги и поясница. Из-за чего он является более сложным. Но начало положения повезет на такое же. Становитесь ноги вместе, ставите руки на пол, так же, как имеется на носках и медленно ведете. Естественно, к вопросу о базе, очень неплохо было бы для этого уметь вообще стоять на руках и иметь хоть более-менее нормальную стойку на руках. Вы встаете и слегка толкаетесь. Тогда вы практически автоматически можете вылететь, если вы знаете правильный порядок движения и как распределить свою силу. Ведь большинство своих упражнений можно улучшить и упростить за счет того, что вы хорошо знаете технику этого упражнения, не рветесь в тупую. Нагрузка для начала падает на ваши руки. То есть вы становитесь и медленно отрываете носки от земли. Вот вы отрываете носки от земли. В принципе, вы же уже стоите на руках. Нагрузку берут ваши плечи. В работу включаются ноги, а руки плавно уменьшают свой наклон относительно термидикуляра пола. То есть сначала ваши руки уходят вперед, а ноги, чем больше у них стойки, тем больше вы выпрямляетесь и компенсируетесь. Должны поймать вот это положение стойки. То есть не надо поведенную вперед руками пытаться до конца довести ноги и крохнуться с той стороны или наоборот не уводить их с самого начала и прыгать, прыгать, прыгать и отчаянно. И у вас тогда ничего не получится. Когда вы выучите, не успешите забрасывать это упражнение, считать, что вы прекрасно делаете. Нет предела совершенства в этом конкретном элементе и вы должны работать над ним для того, чтобы прийти к более сложному человеку. На самом деле, это упражнение является очень простым. И как повысить уровень самого элемента, умея только простой, естественно, только повторение. Это имеется в виду не просмотры моей обучалки, описание мне в вас, что у вас получается, не получается, вы сделали или не сделали и прочее. А именно, выполнение самого элемента. Причем желательно выполнять его не просто подряд, а лучше выполнять спичак, не опускаясь на землю. Также, я думаю, многие столкнутся с такой проблемой, как и при изучении грязного виса сзади, что будет, так скажем, сильно бить в голову. То есть у вас будет наливаться кровью голова и все остальное. Именно от того, что вы в неестественном для тела положении будете прикладывать огромное количество сил, а поначалу это будет именно так. Во-первых, положение рук. Так вот, допустим, это брусья. Вот этот вот маленький кусок металла, торчащий из моего тренажера. Руки при этом у вас не направлены и не компенсируют никаким образом ваше напряжение, а стоят в бока. И, естественно, страх упасть. То есть страх упасть вперед, страх шлепнуться в пол, удариться о брусья, потому что это большие деревянные страшные штуки. А на улице у нас они вообще железные, что еще хуже. Могу сказать точно, что спичак учить проще на полу во многом из-за психологических факторов, из-за того, что, в принципе, то же самое. Если вы учите не из угла и все остальное. Учить на брусьях спичак проще только в одном случае. Если вы учите спичак из угла внутри. Спичак вообще упражнение довольно-таки универсальное. Его можно выполнять на полу, на турнике, на брусьях, на диване, в школе, дома. Абсолютно, в общем-то, где угодно. Для него вам нужно-то пол квадратных метра площади. Или просто две точки опоры даже. И желание, силы. Также для его изучения вам не нужны ни турник, ни условия, ни лямки, ничего остального. К тому же он прекрасно развивает ваше телосложение, вашу координацию, вашу стойку на руках. Спичак, где стойки на руках, очень хорошо качают вашу спину, трицепс и плечи. Из-за чего они будут просто красивыми и приятными на вид. Что, опять же, немаловажно. Это элемент силовой. И он придает пользу не только вашему самолюбию, выпендряжу и всему остальному. А еще и вашей физической форме и внешнему виду. Сам я выучил спичак довольно быстро. Это упражнение, это практически моим любимым упражнением. Я умею делать, в общем-то, все виды этого спичака. Хотя в последнее время я мало им занимаюсь и выполняю многие достаточно плохо. Поэтому я сам хорошо подготовлюсь для того, чтобы правильно, грамотно и красиво рассказать им, как выполнять более сложные виды. Надеюсь, у вас тоже этот элемент не займет особого труда. И потом разнообразит вашу спортивную жизнь и пополнит список ваших достижений и умений. Всем удачи!